Воспитанники Уссурийской Федерации Спортивного Карате вернулись из поездки на международный турнир Корея Оупен. Все 19 человек приехали домой с медалями. Проходили соревнования в городе Пусан. Участников собралось около 500 из 20 стран мира. Сборная России выделялась сразу. Такого высокого уровня карате нет ни у кого. Даже у прародителей этого вида восточных единоборств – японцев. Конкуренцию российским спортсменам составляли лишь участники из Ирана, Вьетнама и Кореи. В сборную нашей страны входили ребята из Уссурийска, Находки и Сахалина. В общекомандном зачете представители Дальневосточной Федерации заняли первое место. Как и в прошлом году, проходил зачет по четырем дисциплинам – личные и командные ката, комплекс базовой техники и кумите – поединки. Среди уссурийских спортсменов были и обладатели сразу трех наград наивысшего достоинства. Отличились Павел Дрозд, Однам Мусаев и Владислав Ким. Втроем ребята завоевали по две золотых медали в командных ката и кумите. Павел Дрозд в личных соревнованиях все свои поединки выиграл с явным преимуществом. За исключением финального боя, где ему противостоял спортсмен из Находки на виде Мирзокурбанов. Но и с ним Паша справился – Однам Мусаев стал лучшим в дисциплине личного ката. И Владислав Ким получил золото в личном кумите. По одному первому месту заняли Максим Рыбаков, Максим Горбинок и Артем Узилов. Все медали в кумите. Ребята выигрывали своих соперников нелегко, но уверенно. Не повезло юниору Владлену Иванову. Он прошел три круга, во всех боях одержал победы. А в борьбе за выход в финал в конце поединка судьями было принято необъективное решение. За явное нарушение соперник Влада был не наказан, а поощрен очками. В итоге у Сурицу присудили проигрыш. И Владлен смог бороться только за третье место. Всего ребята Уссурийской Федерации привезли 38 медалей. 15 минут.